Здравствуйте, уважаемые участники и зрители Читай-феста. Меня зовут Антон Нерехов. Я автор нескольких детских и мощно-популярных книжек об истории жизни на Земле, а также нескольких взрослых, серьезных книг об истории палеонтологии. И я хочу немножко рассказать о своей недавнем книжке детской палеонтологии и их питомце, которая вышла в издательство «Пешком в историю». О чем она? Она рассказывает не только про динозавров и даже не столько про динозавров и других вымерших животных, таких как млекопитающие, рыбы, даже насекомые, но и про науку палеонтологию, про ученых, которые ее создавали. В ней рассказано почти 40 коротеньких биографий, замечательных ученых и исследователей, благодаря работам и находкам которых мы знаем очень много про то, что было в далекие геологические эпохи. Они находили и описывали динозавров, различных странных, загадочных пермских животных, ископаемых рыб и так далее, так далее, так далее. И их истории, их биографии, они очень интересны. Они очень интересны тем, что благодаря этим людям мы, собственно, теперь понимаем, какое место мы, люди, занимаем в истории Земли. Потому что на протяжении многих-многих веков ископаемые остатки различных древних животных воспринимались как какие-то чудовища. Вот сзади меня есть книжка о том, как в Древней Монголии и Древнем Китае находили остатки динозавров и из них реконструировали грифонов. Точно такие же предания и поверье были у древних греков с Средней века. Остатки носорогов воспринимались как черепа драконов, остатки слонов их черепа воспринимались как черепа циклопов и вообще мифология очень сильно была связана с ископаемыми остатками, как это ни странно. И буквально 200 лет назад произошел научный переворот и стало понятно, что существование Земли оно достаточно долгое и ее на протяжении этих веков населяли самые разные животные. И вот о том, как возникло это представление, как мы, человечество, дошли до понимания того, что многие-многие-многие животные жили до нас, но уже вымерли, и животные эти были очень интересными. Собственно, об этом рассказывает эта книжка. Я надеюсь, что она получилась достаточно интересной, любопытной и нескромно ее всем рекомендую. Спасибо.